Еще раз добрый день. Эльмира Зретовна представила результаты применения МПФГРАСТИМА, акцентируясь на сохранение дозовой интенсивности достаточно токсичных режимов. Но я позволю себе рассмотреть эту тему несколько с другой позиции. Мы все знаем, что для колоректального рака и тем более для рака поджелудочной железы число лекарственных опций даже по наименованиям весьма и весьма ограничено. И мне представляется очень важным рассматривать использование первичной профилактики ККСФ как возможность достичь максимума при минимуме. Принцип минимума – это из экономики, это достижение определенного, ключевое слово, определенного результата при минимальных затратах ресурсов. Но более важным и более эффективным является принцип максимума, а именно из имеющихся ресурсов получить максимальный результат. Мне представляется, что использование ГКСФ, грандостарно-консимулирующих факторов, а более того пролонгированных, для и этих локализаций должно стать неотъемлемым компонентом лечения, а не просто компонентом добавляемой безопасности, к проводимому лечению, снижению риска развития нейтропении, сокращению ее сроков, снижению риска осложнения и частоты осложнений, приводящих к госпитализации. Ну и, как мы знаем, к сожалению, иногда и к более печальным последствиям, потому что, например, для такой локализации, как ранний рак молочной железы, последние несколько лет использование ГКСФ в качестве первичной профилактики становится неотъемлемым компонентом, и мы уже видим, насколько это отражается в результатах отдаленных, а именно уже в эффективности лечения. То есть мы видим не только безопасность улучшившегося проведимого лечения, но и эффективность. Всем известно, что снижение интенсивности дозы может влиять на результаты терапии. И это имеет особое значение для пациентов с высокой чувствительностью опухоли к лекарственному противоопухолевому воздействию, то есть когда есть шансы на длительную ремиссию и продолжительную жизнь. Но и снижение интенсивности дозы имеет большое значение для опухолей, для которых выбор потенциально эффективных режимов лекарственного лечения ограничен. В исследованиях было показано, что для колоректального рака третьей стадии банальный режим фолфокс, проводимый в качестве адювантной терапии. Также для этого, даже для этого режима важным является сохранение дозы интенсивности. Среди 168 оцененных пациентов доза интенсивность группы высокого риска более 70% является пороговой для достижения ожидаемых результатов выживаемости. У больных группы высокого риска именно соблюдение относительной дозы интенсивности 70% и более может позволить получить те результаты, на которые мы рассчитываем, проводя такое лечение. Для группы низкого риска было показано, что достаточно относительной дозы интенсивности 45% и более. Когда речь идет о триплетах, о которых сегодня представляла данная Эльмира Азретовна, здесь ситуация другая. Триплеты оказываются более гематотоксичны. Частота нейтропинии в третьей-четвертой степени тяжести отмечается уже у половины пациентов по сравнению с третьей при использовании режимов, например, фалфири. Ну и увеличивается и частота фибрильной нейтропинии. В исследованиях было показано, что относительная дозовая интенсивность на уровне 82% и выше позволяет достоверно улучшить отдаленные результаты, а именно уже выживаемость. И для пациентов, у которых использовалась первичная профилактика агромостимулирующим фактором, было продемонстрировано увеличение уже общей выживаемости. И поверьте, не только за счет снижения частоты осложнений, обусловленных нейтропинической инфекцией, а и за счет просто улучшения результатов отдаленных, выливающихся в увеличение продолжительности жизни этих больных. И на сегодняшний день уже имеются данные о том, что поддержание дозы интенсивности химиотерапии при лечении метастатического колорактального рака увеличивает общую выживаемость и выживаемость без прогрессирования на 16-13%. Согласитесь, что на перспективе 3-4-летнего наблюдения за этими пациентами только те, которые имели дозу интенсивности, относительно дозу интенсивности 70% и более, демонстрируют намного лучше результаты выживаемости, как без прогрессирования, так и общей выживаемости. Рак поджелудочной железы, печальная локализация, лекарственных опций с хоть какой-то ожидаемой эффективностью и того меньше, чем при колорактальном раке. Но мы знаем, что если при первично пограничных операбельных, неоперабельных опухолях удается все-таки достигнуть резектабельности процесса, выживаемость этих больных несопоставимо лучше, чем те пациенты, резектабельности опухоли которых достичь не удается. И в этом случае, на мой взгляд, использование максимально эффективных режимов становится принципиально важным. И режим Форинокс, который на сегодняшний день является одним из наиболее эффективных в отношении непосредственных объективных ответов, а значит и шансы на резектабельность, выглядит наиболее используемым и для этой популяции, для этой клинической ситуации. На слайде представлены существенные различия выживаемости у пациентов, у которых опухоль стала резектабельной на фоне терапии и нерезектабельной осталась в процессе лечения. Понятно, что опухоль сама по себе мало чувствительна к химиотерапии, но оказывается соблюдение дозового режима, соблюдение дозовой интенсивности позволило улучшить, увеличить частоту объективных ответов, а значит и увеличить резектабельность, а значит и увеличить выживаемость этих больных. Поддержание запланированной дозы интенсивности для этих пациентов оказалось предиктором достижения резектабельности опухоли. Сам по себе режим Форинокс достаточно гематотоксичный, частота феврильной нитропинии по данным различных авторов колеблется от 5 до 24%, но и было показано, что для этого режима пороговым уровнем относительной дозы интенсивности должно являться 70%, потому что именно пациенты, у которых относительная доза интенсивности была выше 70%, имели достоверно лучшие результаты общей выживаемости, и это касалось уже не только погранично-резектабельных или резектабельных опухолей, но и пациентов, получающих этот режим лечения в качестве первой линии терапии метастатического процесса. Различие в общем медиане общей выживаемости порядка 5 месяцев для пациентов, имеющих распространенные желудочные железы, на мой взгляд, является определяющим, и достичь этих различий удалось только за счет того, что использовалась первичная профилактика гранд-сталково-нестимулирующими факторами. Метаанализ эффективности использования коротких и пролонгированных форм гранд-сталково-нестимулирующих факторов демонстрирует нам достоверное увеличение, улучшение результатов лечения в отношении снижения риска фибрильных нитропений, госпитализации обустойно-фибрильных нитропений, увеличение шансов на проведение режима в полных дозах с соблюдением дозовой интенсивности при использовании именно пролонгированных форм колоний-стимулирующих факторов. В оцениваемой работе Эльмира Азретовна подчеркнула, что пока это только первые результаты, планируется все-таки набрать большее количество пациентов, объединены два режима фоксири и фолферинокс. Мы видим, что для этих пациентов, во-первых, удается добиться приемлемых результатов объективных ответов, и наиболее частым причиной все-таки редукции дозы, изменения режима лечения, то есть несоблюдение относительно дозовой интенсивности, является негематологическая токсичность при использовании МПК-филграстима в качестве первичной ДКСФ-профилактики, то есть компонента, неотъемливого компонента лечения, является диарея, обусловленная прежде всего иринопитаном и второперимидинами, входящими в эти режимы. Пока я с осторожностью относилась к цифрам, полученным при расчетах относительно дозовой интенсивности, связанное это, конечно же, с малым числом наблюдений, но выглядит очень достойно результаты 85% шанса достижения относительно дозы интенсивности при использовании МПК-филграстима в качестве компонента лечения при использовании режимов ФОКСИРИ и ФОКФИРИНАКС. Напомню, и об этом Эльмира Азретовна сказала, что представленные данные являются частью идущего нашего совместного многоцентрового проспективного исследования Defender Special, в рамках которого мы и пытаемся показать, доказать и изучить, и, может быть, ответить на новые возникающие вопросы, о значимости использования МПК-филграстима, пролонгированного галландисталко-олонистимулирующего фактора, как неотъемлемого компонента базовых режимов химиотерапии, которые позволят, и уже мы имеем подтверждающие данные к этому, не только увеличить объективные ответы, но и, возможно, улучшить продолжительность жизни этих пациентов. Ну и поэтому, мне кажется, представленная работа очень важная, очень нужная, и акцентировать результаты этой работы нужно, наверное, все-таки даже уже не на только безопасности лечения, но и на онкологической целесообразности применения первичной ГКСФ-профилактики в виде пролонгированных форм, и, как мы имеем возможность сейчас, наш отечественный препарат МПК-филграстим выглядит здесь весьма и весьма привлекательным, поэтому с нетерпением будем ожидать результатов оценки влияния поддержания относительной дозовой интенсивности тройных комбинаций на показателях эффективности переоперационной и уже первой линии терапии обхоли желудочно-кишечного тракта в рамках проводимого проспективного исследования Defender Special. Спасибо за внимание.